Железнодорожный транспорт – один из крупнейших потребителей нефтепродуктов в России. Доля потребления дизельного топлива составляет около 9% от общего потребления в стране. Компанией ОАО «РЖД» поставлена задача замещения к 2030 году 30% расходуемого автономными локомотивами дизельного топлива природным газом. ГТ-1H – первый в мире газотурбовоз, работающий на сжиженном природном газе. Газотурбовоз состоит из двух секций – тяговой и бустерной, каждая из которых имеет кабину управления. В тяговой секции помещен энергосиловой блок, включающий газотурбинный двигатель и газовый электрический генератор. В бустерной секции находится блок криогенной емкости с запасом сжиженного природного газа и криогенный насос, обеспечивающий доставку газа в тяговую секцию. Сжиженный природный газ, необходимый для работы газотурбинного двигателя, хранится в криогенной емкости под давлением от 3 до 6 атмосфер и при температуре минус 161 градус Цельсия. Заполнение емкости с сжиженным газом производится на специальных газозаправочных комплексах. Уже заправленная емкость может быть доставлена в любые регионы России, где ее установят на газотурбовоз. Из криогенной емкости сжиженный газ с помощью насоса высокого давления подается в тяговую секцию. Он поступает в теплообменный контур, расположенный за силовой турбиной двигателя в выхлопном устройстве. Здесь происходит повышение температуры топлива и его регазификация. Для компенсации расширения топлива в результате регазификации применяется ресивер. Это емкость, в которую поступает газ из теплообменника, и откуда он затем отправляется в газотурбинные установки. Для работы газотурбинного двигателя в его камеру сгорания должна поступить смесь газа и воздуха. Атмосферный воздух втягивается через входную улитку, поступая сначала в компрессор низкого, а затем высокого давления. Вращающиеся лопатки компрессоров повышают давление воздуха, и он подается в камеру сгорания, где смешивается с поступающим из ресивера природным газом и воспламеняется. Струя продуктов сгорания вращает лопатки силовой турбины, которая передает вращающий момент компрессорам низкого и высокого давления и приводному валу генератора. Продукты сгорания выводятся через выхлопную систему, нагревая и регазифицируя топливо в теплообменнике. Зарегистрированные показатели вредных выбросов в пять раз ниже, чем требуют экологические нормы Евросоюза, выдвигаемые к 2012 году. На 20% ниже дизеля, так как газотурбинный двигатель работает на более щадящих режимах и имеет меньше трущихся деталей, что увеличивает его ресурс и делает газотурбовоз дешевле в ремонте и обслуживании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...